Привет всем! Вы на канале Веларилайф. Сегодняшнее видео о моих покупках, о моих удачных покупках с сайта Алиэкспресс. Это приобретение как для дома, так и для меня лично. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Я не буду делить это видео на покупки для дома, покупки для меня, то есть что-то из одежды, что-то из косметики. У меня собралась вот такая коробка, поэтому первое, что попадется под руку, я достаю и рассказываю, что это. Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. При покупках в интернет-магазинах не забывайте пользоваться услугами кэшбэк. Под этим видео проходите по ссылке на сайт eBates, регистрируйтесь, используя ваш аккаунт в Google или Facebook или просто через электронную почту, и вы получите бонус 10 американских долларов плюс ваш кэшбэк. И первое, что попалось мне в руки, это вот такое приспособление для адыгейского сыра. Крышечка и вот такой квадрат емкость. Вы выкладываете в марле творог, закрываете крышечкой, ставите под пресс и примерно через 8 часов адыгейский сыр готов. Честно говоря, мне так и не удалось сделать вкусный адыгейский сыр. Я вот этой штукой пользуюсь для того, чтобы сделать творог более сухой. Второе приобретение это наколенники. Они очень удобные для бега, то есть они очень удобные при физической нагрузке. Я заказала два разных, потому что я думала, что в комплекте идет как бы два таких и два таких. Не досмотрела. Оказывается, стоимость указана только за одну штуку. Ну, теперь у меня будет, видите, два разных наколенника. У меня лежит еще вот такой наколенник. Девочки, он удобен только для тех, у кого болят колени. Делать в них какую-то зарядку и что-либо такое неудобно. Он очень жесткий и, если честно, он туговат на мою ногу. Поэтому, когда у меня побаливает колено, я им пользуюсь. Он хорошо согревает, он держит колено, но для физической нагрузки, для бега он не подходит. Следующее приобретение, ничего в нем уникального нет. Это лосины на зиму. Я их заказала в а-ля коричневом цвете. Плюс этих лосин в том, что здесь как бы махра, такое что-то слегка меховое. Они очень теплые, они неплохо смотрятся. Минус их заключается в том, что две полоски как впереди, так и сзади. То есть, вы их не оденете просто как обтягивающие лосины. Нужно их одевать под какой-то длинный свитер. Еще, они еще новые, поэтому выглядят достаточно прилично. Но девочки, скорее всего, они будут кошлариться, то есть, браться вот этими катышками. Так что, ну, неплохое приобретение. Но не думайте, что это вечные, вечные лосины. Следующее мое приобретение, это подсветка для селфи. Все отлично знают, что для того, чтобы фотографии были качественные, необходим хороший свет. Селфи мы делаем очень часто, особенно я делаю селфи очень часто. И не всегда в тех местах, где есть идеальное освещение. Здесь три уровня света. Самый слабый, второй уровень и поярче. Направляйте на себя, фотографируйтесь. И у вас получается очень интересная, очень качественная картинка, потому что этот маленький кружочек действительно хорошо освещает. Плюсы этого кружочка еще в том, что он заряжается от USB-провода. То есть, вам не нужны никакие батарейки. Очень легкие, легко положить в карман сумочку. Если, конечно, вы собираетесь где-то делать фотографии. Я не всегда его с собой ношу, но прикольная штука. Я рекомендую. Еще одно приобретение для телефона, это объективы. Эти объективы пришли вот в такой коробочке. У меня здесь пять объективов. Как же это работает? Клипса. На клипсу крепится любой объектив. Ну, давайте первый попавшийся, самый большой возьмем. Он накручивается на клипсу. Это объектив рыбий глаз. Это также для любителей фотографии. Вот так это выглядит. Вы одеваете его на камеру. Он очень плотно прилегает. Смотрите, чтобы не было никаких зазоров. И фотографируйте. Также очень прикольная и очень удобная штука для тех, кто любит делать фотографии. То есть, селфи, кружок и объективы, девочки, это реально находка за смешные деньги. Ну и несколько приобретений. Это как бы не косметика, а аксессуары для косметики. Я приобрела две кисти. Тоже, девчонки, за реально смешные деньги. Что-то в районе двух-трех канадских долларов. Вот этой кистью я наношу тональную основу. Она прекрасно распределяет по всему лицу тональную основу. И она ложится таким очень тонким и ровным слоем. А вот этой кистью я наношу хайлайтер, вот консилер или хайлайтер в нужных местах. Ну, коль я заговорила о кистях, девчонки, конечно, все прекрасно знают, что кисти нужно, ну, если не после каждого раза мыть, но довольно-таки часто мыть. Я приобрела себе вот такие два сердечка. Они реально очень удобные в использовании. Это сердечко побольше. Намыливаете кисти, просто вводите по этому сердечку. Кисть прекрасно, очень быстро и классно очищается. Это сердечко поменьше, но плюс его в том, что здесь есть маленькие дырочки и тоненькие кисти можно ставить для того, чтобы они высыхали. Я где-то слышала, что нельзя сушить кисти. Вот таким образом будут выпадать шерстинки, волосинки. Но, девчонки, я не знаю, но кисти, может быть, у косметологов кисти, возможно, у визажистов меняется очень часто. У меня кисти довольно долго в идеальном состоянии, как бы я их не сушила. Так что, если какая-то кисть у меня испортится, я буду очень рада ее поменять, если честно. Еще у меня два таких приобретения. Это карандаш для бровей. Один в коричневом цвете. Плюс этих карандашей в том, что с одной стороны карандаш, а с другой стороны щеточка. Не могу сказать, что это крутое приобретение. Я вам всем рекомендую. Ну, это удобно. Этот карандаш в коричневом цвете. Этот карандаш вообще темный пришел. Вот этот карандаш мне даже, можно сказать, не подходит. Да, он темно-темно-коричневый. Неплохое качество, но цвета мне не очень подходят. Девчонки, и еще одно супер приобретение. Это вот такие бигуди. Я уверена, что вы неоднократно сталкивались с этими бигудями, если заходили на сайт Алиэкспресс. Или, возможно, вы видели видео на YouTube. Я их купила, и я осталась в восторге. В чем же заключается мой восторг? Во-первых, у меня довольно-таки длинная и густая шевелюра. Для того, чтобы ее накрутить, это занимает достаточно времени. Эти бигуди очень быстрые в использовании. Во-первых. Во-вторых, они прекрасно держатся. Они не мешают вам заниматься там бытовыми своими делами. Вы просто локон затягиваете в эту бигудину. И можете... Ну, я где-то часа два ношу. Как это работает? Вы... Если такая большая палка, вы берете, одеваете бигудину на эту палку, выбираете себе прядь, засовываете ее в крючочек. Подождите. В крючочек. Мне без зеркала просто сложновато. Протягиваете ее. Хопс. И она вот такая. Это реально удобно. Это удобно. Очень прикольные локоны. Единственное, что я могу сказать, что нужно приспособиться. Нужно приспособиться, потому что первых пять локонов, пока я не поняла, как это работает, какое количество волос нужно взять, я чуть-чуть помучилась. Но потом все пошло как по маслу. И очень красивые, вы можете видеть, очень красивые получаются локоны. Да, в наборе всего лишь 10 штук. Девчонки, я сразу взяла два набора. То есть, у меня 20 бигудин. Ну, как это ни странно, у меня два набора, а вот палка одна. Я только сейчас об этом подумала. Ну, вот так вот, короче. Так что, я рекомендую эти бигуди. Плюсы в том, что очень быстро накручиваются волосы, хорошо держатся бигуди, они не сползают. Бигуди довольно-таки мягкие, с ними можно спать. И вы сами можете видеть, очень прикольные получаются локоны. Ну, это все, мои дорогие. Это все, что я вам хотела рассказать и показать сегодня. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до новых видео. Всем пока!